В 2017 году в Лондоне был создан и в этом году зарегистрирован благотворительный фонд Solidarity Viz Russia, председателем которого является Эндрю Маркус Фокс. Фондом была создана команда для реализации проекта «Времен, связующая нить» под руководством одного из директоров Елены Фокс. Отправными точками выбраны Калининград и Владивосток. Накануне 220-летия со дня рождения величайшего русского поэта Александра Сергеевича Пушкина в Калининград прибыли два джентльмена – Джулиан Генри Лоунфельд и Эндрю Маркус Фокс. Финансиста Эндрю и поэта и переводчика Джулиана связывает давняя дружба еще со школьных времен. И только благодаря общению таких разных людей могла родиться идея этого уникального проекта «Времен, связующая нить». Визиту Джулиана и Эндрю предшествовал литературно-творческий конкурс, приуроченный к юбилею великого русского поэта. И господа прибыли в Калининград, чтобы наградить лауреатов конкурса, а также были запланированы и другие мероприятия. Однако по порядку. После небольшой обзорной экскурсии по городу, Эндрю и Джулиан нанесли визит в областную библиотеку, где их ожидала встреча с калининградскими писателями и поэтами, а также членами Пушкинского клуба. Здесь Джулиан читал стихи, отвечал на вопросы и делился своими мыслями. Например, как нужно подходить к переводу долгое время считавшимся непереводимым Пушкиным. — Скажите, пожалуйста, позиция переводчика, как вы считаете, для вас, вы сотворец, для вас важно, чтобы идеально воспроизвести поэта, в частности, в данном случае Пушкина, процентное соотношение вашего в переводе и первоисточника. — Вопрос большой, спасибо. — Как вы себя чувствуете, и как вы стремитесь, к чему стремитесь? — Я считаю, что это такой парадокс. Мы, безусловно, сотворец, но для того, чтобы «со», не надо забыть первую вот эту приставку «со», надо абсолютно войти в его мир, абсолютно чувствовать. И для меня главное — это все-таки ощущение. Это и, значит, музыка, и без этой музыки бесполезно. То есть, вот, 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 подстрочник — это никак не перевод. На следующий день случай свел наших гостей с известным калининградским поэтом и прозаиком Борисом Бартфельдом. Борис — человек энциклопедических знаний, и благодаря ему путешественники совершили экскурс в прошлое и настоящее Калининградской области, причудливо переплетающиеся между собой. — Нет, но на самом деле поражает, когда смотришь на такие красно-кирпичные готические под немецкий стиль здания и смотришь там, улица Фрунзе. — Бывшая королевская. — Да. — Я должен сказать, что это город более русский, чем Москва. То есть, количество русских значительно больше. Второе место — Украина, третье — Беларусь. Вот это улица поэта Николая Алексеевича Некрасова. А раньше называлась она профессора Розенкранца. Это был такой философ, который возглавлял кафедру логики и метафизики через три человека после Канта. Калининградская область — уникальное место. И Борис, как знаток родного края, сообщил гостям множество удивительных фактов об этой земле. — Тут близость Востока, остатки прусских племен. Это Балта-Литовская группа. Такая она к немцам никакого отношения не имела. Это ближе всего литовцы современные по языку и по прочему. Несмотря на такое глубокое погружение в историю, основатели проекта «Времен связующая нить» ни на минуту не забывали о своей миссии. И практически на ходу у них родился один очень символический жест. Сегодня 26 мая, день рождения Пушкина. И мы приехали к морю. Пушкин очень любил море. Но море действительно объединяет весь мир, океан объединяет. Мы взяли вот эти камни, да, из Балтийского моря. День рождения Пушкина по старому стилю. А в его день рождения по новому стилю, 6 июня, мы эти камни бросим уже из Атлантического океана в Тихий океан, в Восточное море. И таким образом, я думаю, мы объединим и не только всю Россию, но и весь мир нашей любви к Пушкину. Вот так. А еще в этот день Джулиан читал много стихов. Сначала в Светлогорске, прогуливаясь по его тихим улочкам и скверам. Потом в Калининграде, в стенах Кафедрального собора. Аминь. О, winter morning. It's frost and sunshine, morning wondrous, my lovely friend, that sweetly slumbers. It's time, my beauty, ope your eyes, ope wide your bliss-enveloped gazing, and to the north's aurora blazing as the north star come forth, arise. А в заключительный день пребывания на Калининградской земле Джулиан и Эндрю награждали самых талантливых из полутысячи конкурсантов, поклонников творчества Александра Сергеевича Пушкина. В трех возрастных категориях по пяти номинациям были вручены около сотни медалей. В конкурсе «Времен, связующая нить» принимали участие все – школьники, студенты, представители творческой интеллигенции и даже пенсионеры. Самому младшему участнику едва исполнилось 6 лет, а самый старший разменял девятый десяток. И всех их, таких разных, объединяет любовь к Пушкину и его поэзии. Откачи, госпаварицы, свать ей бабу парихой, около царя сидят и в глаза ему придят. В этот день организаторы поняли – их усилия не были напрасными. Люди помнят, знают и любят творчество Александра Сергеевича Пушкина. И фраза «Пушкин – наше все» – это не пустой звук. И вот так заканчивается первая часть нашего года – отмечание 220 лет Пушкина. Калининградская часть закрывается. Мы видели и чувствовали сплошной интерес Пушкин, чувства, эмоции, апплодисмент. И всем вообще интересно и позитивно. Поэтому мы завтра поедем в Владивосток. 6 июня встречаемся с Пушкинским день рождения по новый календарь. И сейчас мы пошли на итоговый ужин с нашей командой из Влада. Спасибо всем. До скорой встречи.